объявляю марафон поэтов до открытым а его мартовский пока еще еще на этой неделе мартовский этап начинает наши постоянные ведущие я надеюсь что она будет всегда вести наш марафон ксюша жукова конечно да так я в прошлый раз читал сегодня мы к сожалению без музыки мы справимся у нас заболела пианистка гитаристка но роза парацельса она обещала бы следующий раз хорошая группой так что надеюсь еще раз у нас будет все и классическая музыка мы не расстраиваемся потому что приходят всегда самые лучшие мы всегда рады самым лучшим нашим гостям все я молчу начнем тоже с лучшего но мы тут все лучше а борис кутенков у нас на открыт этот вечер спасибо большое погадай меня цыганка на лодке надбровных небес фуга смерти ли свет проливной отвечает цыганка ты есть эта лодка балбес кефсиманец беды за спиной за ресничного сына в ночи просветлеет зажим в недотьме озвереет отца в мягкой поступе бога отец отразится чужим мой хороший живи без отца ты ведь тоже отец и алийское небо в снегу весь беременный яблоней таз я с тобой но надгробное небо свернется в дугу я люблю но земля не про нас станет людо чужой упадет из окна бородин юркий саша взорвется в лицо весь беременный раем не царь оставайся один стань окошком тюрьмы деревцо они выйдет не собственной речью побудь заодно земляничная смерть на развес и грохочет в уборную дверь молодое вино проясняется адовый лес за все тебя благодарю за все за шмоны в грим уборной за это небо вниз лицом и свет подобный глотарю что телом отнятым у сна такой вороний и проворный сплошное яблоко обид стою и все же говорю от их всевидящих ушей от их не слышащего крика их яблок яблок разыскных и взрывы пятничных слонов возьми меня в свой птичий рот я буду боже земляника и на руках моих земля россия тутовая кровь я в дело общее пойду и стану жить как песни лягут сам дудка смертная у губ все тело тонкое в дыму корзина света на развес из разлетающихся ягод дневная рана нипочем ночная смерть не почему так будет бережно вода во мне подсмотренная чашей а ныне взрослый перламутр и слов сплошные упыри так чисто в комнате твоей я тоже детский и легчайший возьми меня к своим губам как пыль и в небо прибери но смерть свою не подтвердить как бы резвяся и играя в ушные дыры не залить всех нерасслышанных словей лишь сердце глупое гульнет и вверх и вниз по склону рая как это небо в голове как это яблоко в траве где небо по сказочным доскам спускается к нам избитый вегвам только пальцами соединяем скажи мне вода аранзонова близко к губам как будто россия прошла между краем и раем застряла у бога в дыхательной точке над ю последнюю букву легко обжила нежилую мы что-то совсем оплеуха но близко к чутью огня проблевавший язык но сродни поцелую целую целую и я взревновавший смирен осколок из детства которого мама любила скажи мне такое как будто другого взамен и можно сквозь трубы пройти как прощенное мыло прости меня боже прости я страна до греха с новической прозы осколок убитому другу как может лишь гаричев сквозь временные меха как яблоки могут проспавшие воду и трубы так спим голова к голове будь то рядом не страх пурга вычумевшее ухо конвой операций а снег трудовых облаков на щеке померанца осколочный ангел и пена на легких губах виноват ли я виноват ли язык что открывшись уродлив и гол это с кем ты фальшивая мурка впритык пировала глотатель стекол это с кем ты обломок паршивец куста развивалась на цвет неделя что счастливую воду любила звезда и телесная пела земля я с обиженным хейтером ела с ножа и на агенту пела с небес виноват ли я что мой голос дрожал на словах про донбассскую гэс и звезды незапретной расстроенный кий сам твердил виноват в этом сам виноват ли я что его не убий что кровища текла по усам и смеялись усы я не то я не то дальний бог навещаемый ад и на каждом белело испанском пальто виноват 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 так расти же для тролля влюбленный пион для подонка взлелеенный мед потому что по крови ты вскопанный он лицевым сантиметром на час отрезвлен и тебя харизматик убьет в болящем горле свет как новый постоялец живи малину ешь но в комнате утрат брат выбирает смерть ко рту подносит палец тихонько сообщить что будет новый брат на ветви юных лет повешенное слово и вызвали возьми чтоб эхо на весу он падает туда где места нет живого где извините жест что нет не донесу где в дырках от обид упал очнулся замер и вот пошел привстал сидит малину ест а новый в небесах с печальными глазами пронзенное эссе из лебединых мест и с именем певца про лебедей убитых мы были на войне стеснялись куража стелились у костра и вот газетный свиток на свете никого лишь небо и душа что было леденцом то лед невыносимый кто облако в глазах цикадные понты хоть с облаком охни раз говорить не в силах что легок ледный снег что скоро будем ты что-нибудь легкое вроде распада в руки возьми только плакать не надо солнечный мальчик пройдет к январю черное небо в его сердцевине взяв поверти как моленье о сыне и не на нем говоришь говорю слово падежное сошедший с ума колокол колокол музыка тьма эта зима повертела накрыла скрылись во тьме мариэтты Людмила сердцем земным не пускавшие ад колокол колокол время назад речь на разломе дрожит лепесткова елки ревет в утешенье такого что бы сказать отводящее слово слышишь поехали по небу брат пленка в зазоре расходится с гущей голос не есть к военью зовущий колокол тьмущий не есть иван чай в праздничной речи ночных живодерен свет сотворим осязаем проворим слышишь молчи отвечаю Надя Далаланд литературна жизнь в ней выпало звено абзац еще абзац и я его постскрипту от текста отделен мне больше все равно кто весь разбужен мной и яношеским криком сквозь белый Далаланд обнюханный листвой плыву сквозь маму рвусь темно и тонко шовно там первый гонорар и тонкоребр и вои там пепел сыр булщил и я его мышонок ловил но не поймал мой детский детектив кривой отцовский рот прозаиком не станет вся книга про любовь читай до десяти и ты ее верстальщик там новый гондельсман и вечный костюков лети мой новый плод вниз по воде по темной всей нежностью в паху он жмись ко мне рекой как маме кошки всей аллюзии котенок пробормочу его сквозь медленную лесть всяктощая листва обветренная псина и весь мы не умрем и развернемся весь и боже за спасибо и последнее посвящено памяти Мария Тамаровна Чудаковой Застольный здесь и голос об отце сквозь вилок перезвон торопится и снится я видел только тень в колодезном лице я слышал гул земли а ты была пшеница печенье и хлеба кормящая ладонь твой полусын подрос и вот бормочет спьяну я слышал пепел твой а ты была огонь я за линген обтер а ты укрыла рану укутала в платок в безжалостную ртуть чтоб эта смерть была всем градусником вновь я прихожу с водой и сам себе по грудь я с хлебом прихожу и сам свое ручное уже подвижник лед во след словам твоим о том во что стечем о тех кого утешим я тряпку принесу мы кровь не утаим всем юным и мучным сквозь стол перелетевшим спасибо спасибо это был борис кутенков клементина шершова всем добрый вечер порой мне кажется что я иду по дну и радуюсь я больше не тону и в пузырях вокруг повсюду воздух а я могу и ртом его ловлю и пустота так хлопает во рту как будто издеваясь на лету наружу вырывается смеется мне кажется что я не человек вернее я была им больше нет теперь как будто я иной природы вокруг меня и рыбы и угри да только они тоже не они а некто кого лучше бы не трогать куда плывем мы все большой секрет возможно что кому-то на обед на удочку на крюк стальной и жирный это наш сон или предсмертный бред вопрос в котором заключен ответ невиданный ужасный неизбывный а пустота повсюду и она единственная будто бы видна она кругом сейчас мы дышим ею и можем разделить ее на всех и снова стать собой услышав смех в текущем дне на новом дне прозрений бескрайний север эпиграф ты узнаешь что напрасно называют север крайним ты увидишь он бескрайний я тебе его дарю и чудится будто бы сходятся льды где я и где ты но ветер набросится из темноты расходятся льды и видится будто сейчас зарастет почти заросло вот-вот образуется корочкой лед нарушит весло ломается колется щиплет глаза как будто слеза но вот замерзает застыла она прозрачные стекла и хочется вдаль посмотреть сквозь нее туда где тепло но прошлое с будущим в лед проросло как сердце мое лунные сутки лунные сутки пыльца щуп занемок он дрожит в онемении усов холоднокровенно щупал отыскал в лунном кратере рук кров и лежит неподвижно закутавшись хвост не дыша что ему еще нужно такая простая душа рыцедрыгий клыкастый след его ими взят их жестокость напрасно они его не съедят только лунные дети родятся потом у них чтобы спариться с жерми плаворными точно вспых они двигают звезды межвременных орбит рыцедрыг чем зубастей бальцы щуп тем что спит вместе с ними такими общий несем венец только из гороскопа видно что всем конец луны жизни не зная выдержим или нет мы с земли продолжаем видимый ход планет словно с края осоки канувшая оса в эти лунные сутки черные как глаза последний стихопарение называется зло зло притаилось в уютном доме фашиста этих тарелочках и фарфоровых кошечках словно рассуждениях о спасательной спецоперации или в лицемерных улыбках друзей для которых все по-прежнему хорошо или в якобы безобидных фразах про этих нерусских расселись в метро ни одного славянского лица или между котлетой и булкой во вкусной точке или в моменте когда ты вот-вот взорвешься наговоришь такого о чем пожалеешь но все равно молчишь как будто у тебя нет слова как в работе на структуру фашизма которая незаметно делает тебя невосприимчивым ко всему живому зло прячется в этом тексте прячется все лучшее но подкрадывается все ближе ближе за горло хвать спасибо Андрей Фомицкий продолжит как будто можно отоспаться впрок но заставляли злые воспиталки да лучше б я не выучил урок и тихий час толдычил из-под палки я б не курил по кругу за углом не опускал корбит в сырую воду и паренька с которым не знаком не звал в побег из школы на свободу но запирали двери на замок но забирали книгу и фонарик я подавлял немыслимый зевок а мой дружок мне предлагал чинарик и вот теперь в безмерный час ночной когда сосчитаны все овцы и считалки я отмечаю в книжке записной как были правы эти воспиталки как плодоносит яблоня дичок в последний раз у старика любовь провал и щек бежит из глаз а ведь просил ее еще вчера и все никак он понимает что пришла пора и это знак отнять бы мог и веточку прибить да смысла нет вдогонку не применит отравить дурак сосед а что ему его цветущий сад давно отсвел зато глаза сверкают и блестят и сам как вол проходит мимо только вслед плюет как идиот он поднимает почерневший плод и в рот кладет Валерию черешни заболеваемость и смертность не уменьшается увы и в датском королевстве смерклось что не мешает ваша светлость на саване нащупать швы перемещается лампада повдоль от головы до ног вот и ему пришла пощада и полуночная прохлада нежна и гельсинор далек измазан человечьим салом слуга во рту слюнявит нить и ропщит зашивая саван слуга забыл о самом-самом о том что остается быть прощай патолога анатом похоже больше никогда тебе не шастать по палатам но не печалься ерунда пила щипцы кусачки скальпель крючок брусок и молоток но их главнее пара капель и что же бел как потолок помянем не динатуратом на подоконнике сухом ты не медбратом был а братом и в рифму говорил стихом твоя душа всегда пылала как медицинский чистый спирт о не срывайте покрывало патологоанатом спит так и перевод из Леонарда Коэна я слышал тайный взят аккорд Господь был рад Давид был горд но ты не любишь музыку такую тебе плевать четыре пять как звуком падать и взлетать из губ царя сливаясь в аллилуйя и в раны ты влагал персты но от полночной красоты а слепый просто шел за ней вслепую сидишь на стуле где твой трон одна она со всех сторон из губ твоих ворует аллилуйя считаешь все слова не те и тщетны в этой темноте мы видно говорим с тобой впустую неважно слышишь или нет но в каждом слове бьется свет как сердце в теле это аллилуйя я сделал я сделал все что сделать мог с такой овцы хоть шерсти клок и я не тот кто врет напропалую а если все пошло не так предпастырем предстану наг и пусть из губ прольется аллилуйя спасибо спасибо это был Андрей фамицкий Мария Захарова продолжит немного из речных сказок самый одинокий дух на свете марсианский ветер давно стерлись холмы зачавшие его исчезли народы родившие его умерли существа чья вера питала его силу он летает над песками измельченными остатками счастливого прошлого и поет песни которые никто не слышит иногда он спускается в низины бывшие некогда морями и произносит имена своих водных братьев затем смотрит вечно черное небо на немигающие звезды у него нет выбора жить пока остается хоть одна песчинка остается и он по утрам он садится на обрыве долины маринера и смотрит как над идеально ровным горизонтом поднимается солнце ветер не может выбраться из пузыря обволакивающего планету поэтому он бросается вниз и зарывается сквозь песок камень и магму к самому сердцу планеты слушает слушает его стук принц астрахани а я ни разу не была в астрахани до этого лета но в тайне обожала примерно всегда у нее и имя такое астрахань сразу сияющие островерхие дворцы валенера представляются стоит волшебный город одной ногой в степях другой ногой на море где черноглазые эльфы бесстрашно рассекают каспийские волны на хрустальных ладьях самый большой университет выпускающих сверх людей здесь астраханский технический здесь же россыпи прозрачных от сладости арбузов загадочные и невероятно красивые татары огромные царские осетры поколение рыбаков у которых вместо легких жабры а вместо снастей рыбья речь они выходят в море раньше чем учатся ходить и у них прозрачные текучие сердца однажды принц астрахани заберет меня к себе я больше никогда не увижу мрачных лесов я пойду за ним куда бы он не решил идти он будущий король рыбак хранитель божественной икры он ходит по тонкой дурани воды а я боюсь высоты мне нужна рука и он дал мне их две он дышит улуном и обоюдует острым словом и он сверхчеловек духи астраханской земли радуются и обнимают меня дарят удачу и маленькие монеты дышит беззаветной любовью в лицо я хожу по зацелованному ими краю танцую среди небесных стат вместе с пастухом тени облаков гуляют с перекати поля по божественному саду над ним кричит пустельга и шипит цапля зима не приходит в волшебный город никогда в дни юности первой земли пришла в Астрахань моя сестра и осталась здесь навсегда она растворилась в степи вода кутума втекла в ее вены город бумажников подхватил и унес рассеяв тысячи плетеных узоров на лицах домов я видела ее но между нами словно была стена я слышала ее но словно сквозь толщу стекла я молюсь о встрече всем астраханским богам и они открывают для меня двери в хрустальные дворцы дважды в год на равноночие смейся пляши и колдуй в волшебном городе потому что с закатом он рассыплется в полынную пыль степь уже поглотила его последняя последняя речная сказка я не знаю за что я полюбила их но с первого взгляда они отозвались неотъемлемы до сих пор глубоко запрятаны частью меня я впервые увидела их во владивостоке грациозные словно колоссальные лебеди немыслимые словно гости из иных миров я встречала их в астрахани они кружились на берегах рек и целовали степные облака я соприкоснулась с ними в петербурге когда они открыли порталы в своей вселенной подумать только целая личная вселенная для каждого портового крана я никогда не встречала никого похожего но все же мы знали друг друга с первого взгляда правда из-за этого приходится быть особенно внимательными легко ошибиться в ожиданиях поэтому я смотрю широко открытыми глазами стараясь не упустить ни одной детали и люблю их все все спасибо спасибо Мармин Захаровой Александр Косташевский давно у нас не было он сегодня у нас спецгость у нас сегодня два спецгостя спасибо гости круто электрический мир это мир электричества мир коротких разрядов и вспышек огня не умеешь что-то от таинства и от язычества не умеешь что-то от вечности и от меня я не знаю когда я не веду имени но стальные шаги все слышнее и слышней как кусивший млеко из звездного вымени как упавший в бездну как тени теней по горящему солнцу бегу от пророчества не оставив следов на холодном снегу никого не спасает мое одиночество даже сам я увы с ним спастись не могу сны хорошие светлые не повторяются только те что твердят скоро будет беда змеи пряных волос за лодыжки цепляются ибо они то липкие как провода электрический мир это мир электричества мир коротких разрядов и вспышек огня в нем есть что-то от таинства и от язычества в нем есть что-то от вечности и от меня хорошо хорошо бы в броннице поехать час на остановке проторчать там конечно не умрешь со смеха но уж не дадут и поскучать автобус то застрянет в пробке то помчится так что нету сил высадит меня у сельской тропки скажут за билет не заплатил как сельской Каждый один, каждый сам себе папа и мама Снова под снегом брожу нерожденным младенцем Снова мороз и растрескалась цыпками кожа Кремом согрею я руки, а может и сердце Но не обманешь бессонницу, крем не поможет Прелестен береза ветвистый изгиб Как будто уже ты в раю Умело ты ловишь волны других, а надо поймать свою Ты рубишься за чумовое бабло, толкая чужие мечты А я так хочу, чтоб тебе повезло, чтоб вспомнил, как пахнут цветы Но ты не услышишь дыхание звезд, ты звездам не принадлежишь Ты все суетишься, как бешеный пес, и вечно куда-то спешишь А я не спешу, закрываю глаза К чему на тебя мне смотреть Твой взгляд непременно уводит назад А это тупик и смерть Прелестен береза ветвистый изгиб Как будто уже ты в раю Умело ты ловишь волны других, а надо поймать свою А я земляникой лицо натру Вдохну аромат сосны И стихнут все бури в моем миру И ты возвратишься в сны На город опустился майский вечер И я почти забыл, что я не вечен Ты вроде здесь, но взгляд блуждает где-то В твоих глазах не нахожу ответа Сирень светит, наверное скоро холод Я инстинктивно подымаю ворот Я снова ощутил в себе поэта А послезавтра обещают лет Спасибо Спасибо, это был Александр Горсташевский Мария Косовская у нас тоже впервые продолжит То есть нет, в смысле Александр у нас уже был, но не здесь Сложно, конечно, выступать вместе с поэтами Поэты всегда так возвышенные, красивые Тут, блин, ты со своей юмористической прозой У нас еще будут такие там, что все нормально Да, окей, я буду выглядеть не хуже всех Хорошо Про детство Давайте поговорим про детство Наши и наших детей Помните, как воспитывали нас? Мы росли, как маугли в джунглях Питались щавелем, дикими яблоками и гудроном с крыш Я в одиночку, как Федор Конюхов Совершала кругосветное путешествие по своему городу С десяти утра и до десяти вечера Я исследовала городские стройки Овраги за дачами, болота на пустырях Подвалы и лесопосадки Мне было пять лет Сегодня дети в пятилетнем возрасте должны уметь отличить автобус от мотоцикла Знать цвета и определять по вкусу название овощей Мы должны были уметь выживать Потому что если ты не отличил по вкусу мухомор от сыроежки То нужно вовремя вызвать у себя рвоту Иначе мама будет ругать, что ты опять нажирал себе какой-то гадости до обеда А слышали правило, что детей можно оставлять одних дома с десяти лет? Родители оставляли меня с пяти Причем я была не просто одна Я сидела с младшей Ей было около года и она обитала в детской кроватке Это такая одиночная камера для малолетних рецидивистов На свободный мир смотришь сквозь деревянную решетку Она, естественно, плакала А я лежала на полу и читала ей Болита И чем громче она плакала, тем громче я читала Для меня это было делом принципа Великая русская литература должна была победить беспощадный, бессмысленный русский бунт Вдруг сестра перестала плакать Я уверена, что история Болита в Африке ее увлекла Читала еще где-то в течение получаса Когда мама позвонила в дверь, я поднялась с пола и ужаснулась Сестренка улыбалась и держала в руке какашку Все было вымазано в коричневое Стена, кроватка, одеяло Ребенок вонял, но при этом был абсолютно счастлив А как мы ходили в школу, помните? Это сейчас детей довозят до школы на машине Я шла зимой в темноте на другой конец города по заброшенной стройке и одичавшему яблоневому саду Возвращалась я тоже затемно, потому что родители работали и оставляли меня на проленку Помню, однажды на нас устроили облаву пацаны Зинули на лице шапки, как была клава, и вероломно напали Ночью улица, фонарь, канава слева от дороги И легко можно было в нее упасть А навстречу с криком бегут ниндзя Девочки в рассыпную, я тоже в панике куда-то бегу За мной погнался Лешка Струлев Я узнала его по куртке Он повалил меня в сугроб и поцеловал через шапку А я за это двинула его в нос После чего он неделю не вынимал из него ватку И это был второй класс На что сейчас способны дети во втором классе? Дочка мне, помню, пожаловалась, что мальчик без разрешения фотографирует ее на телефон Мама говорит, подай на него в суд А я такая, хорошо, сейчас зайду и подам Дочь до сих пор думает, что мы его тогда засудили Потому что мальчику уже 13, а родители до сих пор как под конвоем Вводят его в школу Да, мы тогда жили в маленьком и безопасном городе Сейчас мы живем в Москве Здесь маньяки, педофилы, автолюбители Нет, вы видели, они же носятся как сумасшедшие по дворам И много, конечно, машин, а это потенциальная опасность В моем детстве машин почти не было В нашей семье машина имелась только у деда И числилась в статусе не транспортного средства, а почетного члена семьи Большую часть времени недееспособного Дед возился со своим москвичом в гараже, как будто с любовницей Часами А нас возил на нем два раза в год Весной, после первомайского застолья И то в качестве подарка на день рождения моему отцу И в конце лета, когда мы везли с бабушкиной дачи Тыквы, патиссоны и безнадежную тоску от неотвратимости учебного года Я помню эти поездки Восторг, упоение, легкая тошнота Внутри москвича всегда пахло бензином Мы сидели на выпуклом кожаном диване, стараясь не соскальзывать, когда дед тормозил Потому что ремни безопасности на заднем сидении тогда еще не были изобретены Вообще, в моем детстве машины были как нечто невероятное из области мечты Почти как телевизор Нет, телевизор у нас был, но он был один И его всегда смотрел папа Когда он был дома, то он выбирал канал И выбор его оказывался несложным Первый или второй Всего два канала А мы, дети, должны были оставлять заявку на просмотр телевизора за неделю И потом каждый день напоминать, чтобы папа понимал, как нам это важно И мы всегда знали, что хотим смотреть Каждое воскресенье в 6 часов вечера Утиные истории И чем падает Читали, от нечего делать Потому что какие тебе мультики? Их нет Только психоделический ежик в тумане И не менее психоделический инопланетянин с дубочкой И то по утрам, чтобы мы охотнее шли в школу А сейчас мы слишком опекаем наших детей Этим летом мои были у бабушки Старшая позвонила и спросила разрешения пойти купаться с друзьями на реку Ей 12 Я сначала не разрешила, а потом вспомнила себя Мы ходили купаться одни с 7 лет на пруд рядом с железной дорогой В пруду плавало полно старых шпал Мы усаживались на них верхом и устраивали бои Мальчики против девочек Думаете, это было безопасно? Легко могло прилететь шпалы по башке Ведь бились мы ожесточенно, потому что пацаны, если побеждали, срывали с нас купальники Война велась насмерть И мы частенько брали на бородавших корабли Потому что нам для равноправия не нужен был феминизм У нас было пионерия и камни Сейчас дети воспитываются интернетом Их реальность Бравл Старс, Роблокс, Майнкрафт В моем детстве интернета не было Когда я говорю эту фразу детям, они думают, что я вру, чтобы заставить их делать уроки А я действительно про компьютер услышала только в 10 классе Сашка Назаров похвастался, что у него дома есть компьютер И предложил с ним гулять Я согласилась, потому что хотела посмотреть компьютер Помню, как вы с ним гуляли Дойдешь до кургана и вечного огня Погреешься, подумаешь о смерти и подвиге И обратно в подвал пить с пацанами спирт Мы неделю встречались Он так не показал мне компьютер Я решила, что набрала и порвала с ним Потому что нет компьютера, нет подружки А еще у нас в городе была одна дорога По которой ходил один автобус Он объезжал город за полчаса Пешком из одного конца в другой занимало примерно то же время Конечно, мы катались на автобусе исключительно для прикола Чтобы ехать, смотреть в заднее окно автобуса В которое колотит град за дождем И петь пьяными голосами Медленно минуты уплывают вдаль Встречи с ними ты уже не жди И хотя нам прошлого немного жаль Лучшее, конечно, впереди И лучшее действительно было впереди А сейчас оно наступило Лучшее Спасибо, это была Мария Косовская И она плавно подвела нас к детскому сектору Который у нас продолжит и ветерина Минала Мой рассказ называется «Одинокое вертолетие» Это такое большое дерево, на котором растут бразильские орехи Вот идем мы по улице Никого кроме нас нет А нам так хорошо одним Всем вместе, без никого Вдруг папа перчатки сбрасывает, шапку снимает, потом куртку И начинает расстегивать брюки Ты что это удумал? Говорит мама И сама свою шапку стягивает с головы Не волнуйтесь, улыбается папа У меня там шорты И одним ловким движением сбрасывает штаны И вы тоже раздеваетесь Поторапливает нас папа Что это вы напыхтерились, как на Северный полюс Мы же все-таки в Бразилии И правда, вспоминает мама Снимает свой пуховик брусничного цвета А под ним яркий сарафан и соломенная шляпа Ура, Бразилия, кричу я Скидываю лыжи, коньки, разматываю шарф с шеи Вылезая из комбинезона И мы дальше продолжаем наш путь по тропическому лесу Амазонки Я боюсь ягуаров, говорит мама А я анаконду и черного каймана Это такой аллигатор Только уж очень большой, объясняет папа Его еще с утра какая-то муха укусила А я никого не боюсь, говорю я Потому что мы вместе, только я есть хочу Нас тут самих быстрее съедят, волнуется мама В следующий раз надо на каникулы в безопасное место ехать А папе на голову вдруг падает кокос Это могло бы очень плохо закончиться для папы Но у папы очень развита интуиция Он заблаговременно надел натоциклетный шлем Потому что панамку дома забыл Да нет, не поэтому Просто в аэропорту с нас хотели взять дополнительную оплату за негабаритный багаж Пап, как всегда, нашел выход и надел шлем на голову Прямо под шапку Заодно надел на себя все вещи из чемодана И нас заставил Поэтому за багаж вообще платить не пришлось Еще деньги остались Да где вы видели, чтобы кто-нибудь шатался по тропическим лесам Амазонки с чемоданами? Это неудобно Пап берет в руки кокос А это не кокос Это бразильский орех У него очень толстая кожура Но и она не выдержала натиска папиной головы в мотоциклетном шлеме И разбилась Не голова, голова цела А кожура бразильского ореха Ура! Сейчас устроим привал и пообедаем Потому что в одном бразильском орехе целых 12 орешков А 12 очень хорошее число Оно делится и на 3, и на 4, и на 2, и на 6, и на 12 Вот только на 0 делить нельзя А на 1 делить неудобно Ну как-то... Но на 1 делить удобно Но как-то грустно и одиноко Тут что-то загрохотало И на поляну выбежала туча Туча зайцев Или кроликов Но у них почему-то не было ушей Кто откусил вам уши, товарищи зайцы? Спрашиваю я Но никто мне ничего не отвечает Потому что зайцы не разговаривают Вдруг один заяц, который был больше остальных Направился прямиком к папе Он подошел вплотную и протянул папе свою руку То есть лапу Для лапопожатия Папа тоже протянул свою лапу, то есть руку А что оставалось делать? Ведь у папы очень развитая интуиция Здравствуй, дорогой собрат Очень приятно Король Агапи проговорил зайц А папа не сразу нашелся, что ответить Потому что никогда раньше не разговаривал с зайцами Поэтому я решил папе помочь и спросил просто Разве зайцы живут в тропических лесах Амазонки? Ну какие мы не зайцы, сказал заяц Мы Агапи Как и твой папа Нет на свете других животных, кроме Агапи Которые умеют раскалывать бразильские орехи Разве что капуцины, но они не в счет Но мы не Агапи, отозвалась мама Вы нет, согласился зайц Агапи Вы ведь не умеете колоть бразильские орехи А вот ваш папа в самой настоящей Агапи есть Это даже без орехов понятно Посмотрите, какие у него тонкие задние конечности И легкая прыгучая походка Все мы посмотрели на папу и на его прыгучие конечности Но папа уже ни на кого не обращал внимания и налегал на орехи Он бегал вокруг огромного одиночного дерева, с которого на него свалился орех Собирал орехи, колол их мотоциклетным шлемом и раздавал братьям своим меньшим Агапи Нам с мамой тоже перепало Все, кончилась малина, сказал мне папа Надо искать другое ореховое дерево Оно должно быть где-то рядом Не рядом, не рядом, заголосили Агапи Бертолети и деревья, на которых растут бразильские орехи Очень-очень большие Каждому такому дереву нужно много места Поэтому они растут далеко друг от друга Сказал король Агапи Наверное им одиноко, сказала мама Вот она и стукнула меня этим своим орехом по голове Чтоб мы устроили рядом с ней ореховую пирушку, сказал папа А я подумал, вот это жизнь Возвысится над всеми, над ягуарами, кайманами, анакондами Какая-то бертолетия Тебе никто-никто не страшен Но почему-то так одиноко И ты радуешься каким-то Агапи или туристам из Москвы И кормишь их орехами Только чтобы побыть вместе Пусть и недолго Спасибо Спасибо Екатерине Минаевой А сейчас у нас специальный гость из Екатеринбурга Детская писательница Дина Артемкина Она может немножко даже про себя расскажет Потому что когда ты еще приедешь к Новому? Я на самом деле обрадовалась Нормально стою? Обрадовалась, что никто про себя не рассказывает Значит этот пункт можно изъять Но на самом деле Я очень хотела отредактировать что-то взрослое для вас Но не успела Поэтому буду читать небольшой рассказ Написанный для подростков И да, сразу перейду к рассказу Ромикс Во всем был виноват Борька Власов Если бы он не швырнул мяч Мне не прилетело бы в висок И я не грохнулась бы на пол на глазах у всего класса И не оказалась бы в маминой лаборантской во время урока И электронный журнал 7-го Б не попался бы мне на глаза Но наверное нужно начать сначала Перед Новым годом была дискотека для седьмых и восьмых В конце, как всегда, врубили медленную музыку Свет диско-шара то отражался в серебряных шарах на елке То выхватывалось темноты одно лицо за другим И я увидела, что в нашу сторону идет мальчик из седьмого При каждом шаге он как будто слегка подпрыгивал И улыбался во весь рот Я толкнула Ксю, мою лучшую подругу Смотри, говорю К тебе идет А он остановился возле меня Голову слегка наклонил и бровь приподнял Тут я подняла, что это он меня приглашает Ну и пошла Как-то глупо отказываться Так можно все медляки у стенки простоять А в конце зимних каникул мне пришло сообщение С незнакомого номера Привет, пойдем гулять А на аватарке Ромина фотка Откуда, интересно, он мой номер узнал? Делать особо было нечего Ксю простыла и сидела дома А я как раз досмотрела последнюю серию сериала Я обычно не отпрашиваюсь гулять Просто говорю, я на улицу Но ведь до этого я не гуляла с мальчиком Вдруг родители не отпустят меня на свидание Это ведь свидание, да? Я поспешно переоделась, подкрасила ресницы Ты гулять? спросил папа Угу, с Ксюшей От волнения соврала я Рома ждал меня возле подъезда с букетом Вот чудной Принес мне пять ярко-красных гвоздичек Их ведь только ветеранам дарят на День Победы, нет? И что мне с ними делать? Рома, видно, заметил, что мне не по себе Надо было розы купить, да? Я пожала плечами Не признаваться же, что я не рассказала о нем родителям Пойдем, позвала я Рому Эээ, цветы замерзнут Не успеют Я забежала к Ксю и попросила ее подержать мои гвоздички у себя Это тот семиклашка, да? Ксю откашлялась и захихикала Ей-то еще никто не дарил цветы Даже семиклашка Глянув на букет в последний раз, я поспешила к Роме Он расхаживал туда-сюда под окнами Кажется, уже был не рад, что позвал меня Слежавшийся снег был посыпан серой солью В перемешку с камешками И они противно хрумкали под ногами Я пошла по краю тротуара Поскользнулась И Рома подхватил меня под руку, чтобы не упала Так мы и пошли за руку Я по гладкому накатанному снегу А он по скрипучим камням Трудно было найти хоть одну тему, взглядом на которую у нас совпадали Он профессионально занимается теннисом А я терпеть не могу физру Я обожаю уроки литры, а он морщится при упоминании классиков Я слушаю современную музыку, а он какое-то старье, вроде короля шут Я хочу свою группу Он неожиданно остановился Банда Ромикса Звучит? Звучит Я искоса посмотрела на него Он, как всегда, пружинил на каждом шаге и чему-то улыбался Мы с Демидом две песни сочинили А теперь отец требует, чтобы я учился на отлично Иначе никакой музыки Рома стиснул зубы Угу, мой папа тоже всех вечно строит У тебя уже нос красный, сказал Рома Давай в кафе Мы зашли в додо, взяли по кусочку пиццы и уселись у окна За соседним столиком хихикали какие-то девчонки А вдруг зайдет кто-нибудь из одноклассников Интересно, каково мне будет, если увидят меня с Ромой Я куснула пиццу И расплавленный сыр резиновой ниткой потянулся изо рта Ромик засмеялся А следом за ним почему-то и я Так мы и сидели у окна, оживали пиццу и хохотали А правда учителя после работы еще тетрадки проверяют Спросил вдруг Рома Я чуть не подавилась Моя мама преподает химию в нашей школе Но как-то странно обсуждать на свидании работу родителей Ну, про всех я не знаю Мама проверяет Иногда до ночи сидит Прямо стопки тетради домой приносит? Ну да А что? Вкусная пицца будешь еще? Ночью я долго не могла уснуть Вспоминала первое в жизни свидание Мне было досадно, что я так и не забрала цветы у Ксю Но гвоздички завянуты Воспоминания, как Рома поддержал меня, когда я поскользнулась, останутся Несколько дней я ходила совершенно счастливая А потом начались уроки И Борька Власов заехал мне мечом по голове На мгновение пропали все звуки Перед глазами поплыли темные круги Я хотела схватиться за стену, но она оказалась где-то далеко Позвали медсестру с нашатырным спиртом и маму Она отвела меня в Лаборанскую отдышаться Да чего ты бледная, пойду за чаем Не кружится голова, нет? Побудешь одна? И мама убежала, цокая каблучками Одна стена Лаборанской заставлена шкафами С микроскопами, колбами, ретортами и разными реактивами А напротив у окна стоит мамин стол Я села за компьютер и шевельнула мышку На экране появился электронный журнал Седьмой Б Интересно, какие у Ромы оценки? За сегодняшний урок оценок нет А в декабре три, два, три и тройка за прошлую четверть За окном кружились хлопья снега, а мне почему-то стало тяжело дышать Рома догнал меня на школьном дворе Надь, подожди, я не остановилась Ты чего? Он забежал вперед Пойдем вечером в кино? В кино? Тебе же, Ромик, с домашку нужно делать А то по всем предметам отлично А по химии трояк Рома замер и заморгал Ты что, подумала, что я из-за тройки к тебе? А разве нет? Я посмотрела ему в лицо Оно вмиг посерело И я поняла, что нет, не из-за тройки Тройка тут ни при чем И тогда сама не знаю, как это произошло Я протянула Роме руку Спасибо, это Владимир Артемкин Сейчас у нас выступит загадочный персонаж Алиса Она тоже у нас впервые Но я, правда, ее часто слышу Мне почти каждую неделю Я тоже испытываю некоторую неловкость Со своей прозой Но вы, вроде бы, достаточно дружелюбная позитория Поэтому, что буду делать? Буду читать отрывки из незаконченной повести Отрывок первый На окно налипла огромная черная клякса Треугольничая загородила добрую половину светлого стекла Черт знает, что такое Это летучая мышь Я вижу Она там как будто коньки отбросила А если так, значит, скоро она завоняет Начнет превращаться в компост Ее прилетят клевать птицы Соки из ее тела заляпают нам все окно Черт знает, что такое А оно ведь даже не открывается Не пойму, что ты так переживаешь? Мы здесь все равно ненадолго Да, ненадолго Но я же переживаю за вас Успеть вовремя подменить эгоистичное недовольство Заботой о ближнем – божественный талант Дуор владеет им виртуозно И унар уже и бровью не ведет Слыша в голосе нарушенное кривлянье Не лги, не усердствуй в скверной прославлении То ни для кого не приносят наград Сам ты квадро-сквернитель Хоть бы спасибо сказал Если бы я не изобрел два обоза Этой убедительнейшей скверны Мы бы сейчас до сих пор берзли на улице Зато теперь… Да, зато теперь добрая женщина тебе поверила И мы в образе сирых и убогих Будем трое суток спать на чердаке С намертых заклинившим окном На котором приставилась летучая мышь Оборвал его унар, ласково трогая свою никель-харпу Может быть, она просто спит Да какое спит? Она воняет, я уже отсюда чувствую Когда Трас легонько постучал пальцем По деревянной перекладине окна Мышь и правда ничем не ответила Часто так устаешь, что не можешь проснуться Даже если пожар, грабешь и ношу под лопатки Говорят, если спишь таким сном Ты отличный человек с чистой совестью Вот, значит, и мышь такая же Что-то я ни одного человека, который так спит За всю жизнь не узнал Как, Дор, так же спишь ты Дор тут же окрасился в алый флаг Висевший на стене за его спиной В этот момент из комнаты пропало и ворчание И эгоизм, и недовольство мышью Осталось утреннее солнце Мягкие прикосновения к деревянным колкам Нежная северная музыка никель-харпа И тихий, утробный унисон с нею укороченного мудреца С каждым тактом Тресс уплывал все дальше и дальше От уютного чердака И все меньше былым Трессом И все больше духом, объемлющим все и сразу Комната с каждым клочком столетней пыли Улица с каждым тысячелетним камнем Золотой мир целиком Со всем древнейшим, что в нем есть В один миг они сделались так просты и понятны Так едины с мелодией Унера и песней Кватора Что правильно было бы взглянуть в окно напротив Увидеть там теплую раскрытую печь В которую кто-то подкидывал дров И повторить ее Лицо Тресса приблизилось к стеклу Светящемуся и медленно теплеющему И выдохнуло ласковое туманное облачко на мышь Треугольник потихоньку сменил форму Октоэдр, квадрат, ромб А после линия на горизонте Ну вот, умылась, пришла в себя и стала че... Тресс, тихо мурлыковший сам с собой Прищурился и лучезарно улыбнулся Не-не, уже точечкой Я же говорила, она просто спит Хорошо, у тебя унр получается С каждым разом лучше и лучше Подтягиваясь, успокоившийся двор Обращает внимание, что кляксы на окне больше нет А клякса где? Кошка, наверное, утащила Равнодушно объясняет унр И даже не отрывается от колков инструментом Отрывок второй Лелеет последыша птица высоко в гнезде Чистит перья ему перламутровым клювом Кормит слюнявым текучим зобным молоком Пока ей не нужно, молчит Когда возжелает ответить на тоненький писк Зальется песней Да даже если не возжелает, все равно зальется Без этого ей невозможно Кватер тоже всегда поет Про себя Он видит все связи и все плетения Далеко и далеко над землей Единственный глаз его видит птицу С потомством в заботливом доме Глубоко-глубоко под землей Слышит он, как свиваются ленты мясные Как рядом с ними почва урхалит слепой когтей мешок Как медленно, неотвратимо прорастают им навстречу долгие корни терновых кустов Рядом с ним, совсем недалеко Сдвигают с места железа неосторожные крохотные лапки А еще ближе стоит он сам, Кватер Укороченный мудрец, что простер правую ладонь свою к небу И решает, где же ему что-то сегодня поискать Все достойно песни, все достойно любви Каждая мелочь заслуживает своего зрителя И даже с одним глазом и без полноценной руки Кватер зрит и может достаточно Великолепный лорд Помойки Он знает, свалка что могила Но почести ей воздают в разы меньше Веселый я мертвец и весел каждый час И так бы мне хотелось позабавить вас Рассказами всем лепами о дальней стороне В которой нужно утречком поздравить друга мне Единственный глаз видит, пока Кватер переступает Через металл, древо и камень Как далеко-далеко, за обводным императорским кладбищем и леденью Его друг, равновеликий Дуор, по обыкновению своему злословит и зубоскалит, распевая на улице политические частушки За них всегда хорошо платят, хоть и велик риск потом иметь неприятную беседу Друг мой забылся опять И не помнят, что завтрашним утром Мать породит его, златым и слуха пороком одарит В устье волнисток и пучим, под сенью аурейного древа Породит же ему на погибель, нам на радость искромузыкантам Проходя мимо, Кватер гладит ладонью холод металла, покореженного и пустого Почести и достойны все, где бы ни закончилась жизнь Продолжая петь, он обводит взглядом свои владения Руки короля, что руки целителя Но подарить всем жизнь, отнятую у них или честно отслуженную, не в его власти Лорд без короны, видящий тонкий мир и не могущий к нему прикоснуться Кватер поет и плетет его взгляд свою дорогу Петляя, окружая, возвращаясь к началу Ничего не подходит, и, увы, все не то Но нельзя же возвращаться с пустыми руками Когда у тебя не выходит, единственное, что можно и нужно сделать Попросить от души, не стесняясь и не заискивая Я знаю, как злато звучит под навесом Я знаю, как марка звучит серебро Я знаю свой звук для камеи и леса Знаю и звук для людского добро Это не нужно мне все, ни к чему уж Плавкою медью струиться на дно А что мне нужно, что очень уж нужно В гибко херебет между клавиш рандо Лорд замирает на мгновение, ибо слышит, как свалка зовет его Внемлет просьбе и отзывается нужным уголком Еще левее, дальше, за той грудой бывшей мебели Кватер, продолжая петь, начинает идти на тонкий звук Который невозможно ни с чем спутать Сперва он в ступоре застывает на месте А потом улыбается благодарно Глядя на мерцающий фонарь, желто-слепящую тонкую нить Видно, он перестал выключаться, потому и оказался здесь Среди старой сломанной рухляди А рядом продолжает тихо звучать, сползая ниже и ниже ручная гармоника Спасибо, это была Алиса Продолжена Наталья Сигайлова Совсем забыла У нас день рождения нашего члена нашего клуба Марафона, да Антона Васецкого И мы его все поздравляем за очень Потому что я пообещала, что мы его поздравим все Так, Антон, мы тебя поздравляем Он решил отмечать день рождения не с нами А с семьей Нормально Димкина тайна Оседала невидимой пылью лживая тишина вагона Скрежет гул, шорох и навязчивый неопознанный звон Все превратилось в вибрацию тонкую, неощутимую, не требующую внимания Димка спал не так, как это делают все Прячась за спинами, всегда темными и большими, Димка расслаблялся на своем месте Становился легким, незаметным Не закрывая глаз, он создавал иллюзию своего сна Вырисовывая каждую мелкую деталь, каждую тень места, в котором хотел бы сейчас находиться Вагон приятно покачивало Димка видел коричневое лаковое пианино Белые клавиши, широкие и плоские, напоминали пастилу Нотная тетрадь качалась, затем повисала в воздухе И, соединив черное с белым, вытягивалась в тонкую стрелу Она падала влево, вправо, влево, вправо И спустя секунду Димка видел метроном Когда голос, объявляющий станции, касался Димкиного слуха, все исчезало Димка смотрел прямо и видел уже чьи-то руки, желтую сумку Она покачивалась из стороны в сторону И потому казалась Димке родной Нужно было вставать Димка медленно осмотрел вагон и решил, что можно не торопиться Сумка по-прежнему качалась Димка посмотрел вверх Лицо было чужим, но казалось знакомым Глаза смотрели так, будто знали о Димке все Димка испугался этого взгляда, заозирался по сторонам Но что-то вновь заставило его посмотреть Дед поправил лямку рюкзака, подмигнул Димке и скрылся в толпе Поезд медленно заглатывал туннель Провода тянулись с толстыми серыми змеями, в веках убаюкивал, усыплял Суетливость вагона вынула нелепую тягучую мысль Димка успокоился и думал теперь лишь о том, что проехал станцию И придется возвращаться обратно Причина, по которой Димка не любил город, была очень проста Город оставался для него чужим Возможно было присвоить себе пространство вагона или звонко чихающего трамвая Нащупать, сродниться с каждым заколоком двора Но город был настолько огромным, что оставался недосягаем для Димки Спрятанный в свой кокон, Димка только и ждал, когда недовольный и настороженный город выплюнут его Как неподходящую пилюлю, сбивающую ритм сердцебиения Димка отдыхал от города дома Окунался в серый вечер, как в одеяло И следил за полосками света от фар проезжающих машин Отсчитывал пять линий и лишь тогда позволял себе заснуть Утром обычно все исчезало Все, что вчера оказалось важным и значительным Все, что пугало или напротив привлекало, притягивало, манило к себе Все это теряло свою тайну, становилось прозрачным, твердым И Димка чувствовал себя твердым и прозрачным, будто сделанным из стекла Это утро хлынуло потоком людей, сбудораживало Димка отскакивал от прохожих, как язык черчащего колокола И снова врезался, пока не слился с потоком И так же, как остальные, ритмично, незаметно преодолевал метр за метром Мраморного, живущего под землей перехода Старикан увидел случайно Тот стоял, прислонившись плечом к гладкому боку стены И, несмотря ни на кого, просил у всех помощи Рука его не тряслась, но чуть подергивалась, отбивая пульс Старик сжался весь, сутулился Всем своим видом просил прощения за то, что он стоит тут За то, что он протянул руку За то, что неловко проходить мимо За то, что больно смотреть в его сторону Но он все равно улыбался Димка вцепился взглядом в его улыбку И никак не мог понять, что в ней так странно притягивает На миг их глаза встретились И Димка вспомнил, узнал этот взгляд Так смотреть, обнимая, подбадривая и защищая мог только отец Димка стукнулся об кого-то Оступился, и толпа снова стала чужой Народ повалил, будто рассыпанная крупа Увел от старика Димка шел и оглядывался Пытался снова увидеть Но теперь старик казался обычным Таким же, как всем Когда Димка зашел в вагон и встал, охватив алюминиевый стержень перил Посмотрел на незнакомые лица Согревая растущее, словно дрожжевое тесто, чувство Все еще оставалось внутри Но понял, что не осилит, не сможет И сник Верить было глупо, даже опасно Димка стал твердым, как утро И крепче сжал поручень В этот момент чья-то рука коснулась его пальцев Димка оглянулся Тоненьким уколом вернулась надежда Эту руку Димка узнал Широкие и сильные пальцы Синеву набухшего узора Спрятанных вен Каждый волосок, ручком пробегающий Из запястья кисти Каждую родинку Ведь он так часто видел эти руки Громоздкие, они совсем не походили На руки пианиста Но именно за ними Димка следил взглядом Завороженный Завороженный, без единого вздоха Пока пальцы быстро перепрыгивали с клавиши на клавишу Создавали безумной игрой новое Димка так увлекался, что не всегда слышал Что звучит за этой летающей гонкой Но неотрывно смотрел Всегда расстраивался Когда отец прекращал играть Димка знал, что этого не может быть Что он умер Но уже не мог не верить Рядом с ним стоял отец Димка не глядела на него Он видел руку и чувствовал, что отец уйдет Если Димка обернется, посмотрит в лицо Он и не хотел Этого было достаточно Приятная слабость расплылась по телу Напряжение последних дней таяло И чувства приобрели что-то уютное Что делало Димку добрым, мягким Лица вокруг словно уловили эту перемену И тоже изменились Димка оглядывал вагон Замечая, что каждый в чем-то особенный Но самое приятное В каждом, на кого он смотрел Димка узнавал черты отца Спасибо, была Наталья Сигалова Мне вот интересно Каким шрифтом написан текст Если Наталья даже не переворачивала А столько на одну страничку влезла За меня это загадка Можно узнать, нет? Это, по-моему, десятый Ирина Митрофанова продолжит Баба Муся Эпиграф Вот такой вот вариант жизни рая Еду я, смотрю в окошко трамвая Не болит и ничего не тревожит Вы со мной, разумеется, тоже Мы листаем потихоньку пейзажи Небо к вечеру становится краше Заливает весь трамвай теплым светом Проезжаем мы весну, осень, лето Из стихотворения Карина Маркус Волшебный трамвай Трамвай не подъехал Он материализовался из воздуха А ее бабушка стояла на двери такой Какой она ее хорошо помнила Круглолицая, маленькая С густыми совиными бровями С проседью В темно-зеленом пальто На голове платок темно-зеленый В черных цветах С серебристыми вкраплениями Двери бесшумно отворились Бабушка легко сошла по ступенькам А трамвай растаял за ее спиной Людмила смотрела во все глаза Конечно, это была ее любимая бабушка Муся Но в то же время она была совершенно другой Да, черты лица остались теми же Но все ее будто обновили Как стерли пыль с фарфоровой фигурой И это пальто, которое она носила лет 30 И этот ее любимый поистрепавшийся платочек Все стало совершенно новым Только что купленным И сама бабушка, розовощекая, как девчонка С ясными, хорошо отдохнувшими бойкими глазками Здоровой бодростью В своем компактном круглом теле Словно сошла с волшебным конвейером Живых игрушек Да я сначала вообще хотела к тебе маленькой явиться Для смеху Сказала бабушка Муся Потом подумала, что так ты можешь ведь и не понять вообще Потом думаю, может лучше такой как-то сейчас Вроде как мы с тобой подруги А потом решила, нечего пендриваться Раз была тебе бабкой, то бабкой уж и останусь Только тебе же такой вот, хорошо промытый Вслушиваясь в этот родной голос В эти хорошо знакомые слова и интонации Людмила наполнялась радостью И вдруг ей стало совершенно ясно Что это вовсе не сон, не сказка, не галлюцинация А реальность Самая настоящая из тех реальностей на свете Баб Муся, вскрикнула она и заключила бабушку в объятии Ответное объятие оказалось крепким Бабушка была явно в хорошей форме Да мы все там как спортсмены, ответила баб Муся Даже не на ее мысль, она еще не успевшая Оформится в слова ощущения Ой, а ты теперь так умеешь, восхитилась Люда Умею, без всякого хвостовства, ответила баб Муся Я теперь, внуча, много чего умею такого Что здесь никто не умеет Тебе там вообще как, нравится? Ты знаешь, поначалу было непривычно Вот мы думаем, что когда что-то болит, это плохо Оно, конечно, плохо, но когда уж совсем наоборот Когда настолько вообще ничего не болит Тоже неприятно становится Будто тебя вообще нет Но это с непривычки Потом ты понимаешь, что так-то оно на самом деле лучше А сколько тебе там лет? Тридцать три, как Христу Я на спасе слышала, один священник рассказывал Что после смерти нам всем будет тридцать три Да? Немного удивилась бабушка Муся Не знаю, внуча, я по-научному сама, понимаешь, объяснить не смогу Простой человек здесь, про там, правильно не объяснит Чувствую я себя хорошо И поэтому возраст неважно какой Самое чувство ведь от него не зависит Могу и как маленькая, и как девушка И как и то, и то сразу Там это не сложно совсем А с грехами как? Поинтересовалась Люда С грехами, вздохнула бабушка Муся Ох, я опять всего-то объяснить не смогу Но почему-то там сразу понимаешь, что всех надо было простить давно Поскольку сам Ну ты ж помер уже теперь То есть еще раз родился Но уже с биографией Родился с биографией, улыбнулась Люда И ты деда тоже простила Конечно, куда ж деваться Мне как показали, не просто показали А будто внутрь него засунулись, чтобы я прочувствовала Внуча, вот честно не знаю Если бы у меня была такая напасть по части мужиков Как его на баб тянуло Справилась я бы с собой или нет И меня простила, наконец решила спросить Люда Ну тебя не сразу вдохнула бабушка Хоть и понимала, что со мной было совсем не весело Когда у меня этот ольгвельмин начался Но все равно хотелось, чтобы ты меня любила И такой Я ведь тебя все равно любила Хотя иногда и забывала, кто ты именно есть Я помню, грустно отозвалась Люда Не грусти, внуча, похватилась бабушка Я тут тоже виновата Сначала вроде как обижена была А потом во мне обзыграл этот райский эгоизм Так со многими там бывает Райский эгоизм, это как? Да мне там потом настолько понравилось Ничего ведь не болит И все время что-то интересное рассказывают Я как-то эту новую жизнь распробовала Так мне даже и интересно Мне интересно стало Как там моя дочь, дядь, внучья любимая Вот только недавно испохватилась И то и сама ангел подсказал Что ты, оказывается, до сих пор переживаешь Что плохо меня терпел в конце моей жизни И даже иногда мысль допустакала Чтоб я уж поскорее туда В общем, мне так стыдно стало Когда я в твои сегодняшние мечты-то взглянула Как ты меня по этим современным магазинам Хочешь водить, показать, как деньги теперь из автомата вылазят Столько лет прошло, а ты про меня все думаешь А я будто все еще обиженная хожу А на самом деле просто забылась в новой жизни Пойдем в магазины, обрадовалась Люда И все произошло, как в ее мечтах Баба Муся увлеченно взвешивала на весах То картошку, то яблоки, то помидоры С детским восторгом ловила вылезающую бумажку ценник И переляпывала ее на пакет Они несколько раз сняли деньги с людиной карты В разных банкоматах Бабушка сказала, что все-таки больше нравится Расплачиваться же ведьм деньгами А когда карты, ей кажется, что либо она обманывает Либо ее обманывают Позвонили родным по видеосвязи Все были очень рады повидаться Отметили, что Мария Ивановна очень хорошо выглядит И жизнь на том свете пошла и на пользу Бабуся же, как могла, строго объяснила родным Что если бы они поменьше грешили То можно было бы и им увидеться с ней лично А так только люди разрешили Поскольку она на текущий момент Самый хороший из них всех человек Родные обещали стараться вести себя как можно лучше Поскольку теперь им наконец-то стало понятно зачем Уже перед прощанием Люда поинтересовалась у Бабуся Знает ли она что-нибудь про ее будущее Бабуся ответила, что этого она, к сожалению, не знает Но если Люда и дальше продолжит быть хорошим человеком То после того, как она умрет Они обязательно встретятся И даже при ее земной жизни Можно будет иногда встречаться Села в свой волшебный трамвай И вновь перешла в мир иной Спасибо, это была Ирина Митрофанова Я бы не сказала, что не созвучно У меня наоборот такие достаточно эмоциональные Все умирают Но я сейчас взяла с собой достаточно такое Где не умирает никто Такую вещь Она не характеризует мое творчество совсем Ну, такая милая Ушица А, это был рассказ Нужен был написать про еду Про еду Поэтому я прошу прощения, если кто-то голоден В кулинариум такой был этот отдел Дуней назвали, можно сказать, случайно Хотели Снежаной или Кристины Но бабушка, хмуро взглянув Из-под крашеных басм и бровей Мальчика хотели, футболиста Приняла плотный комочек В желтом одеялке И произнесла строгим боском Авдотье, мать вашу Добро пожаловать Невестку бабушка не любила Но Дуня, полная, разовощокая Критя по ночам и сонно моргая При дневном свете В крохотной однушке на краю городка Покорила сердце старушки Старушка она, конечно, по годам не была Да и красила не только брови Но и жиденькие седые косицы Но морщинки, щедро разбегавшиеся по лицу Как коричневые горы На географическом атласе Прибавляли ей пару незаслуженных десятков лет Зато баба Зоя царила на кухне В колком звоне чугунных сковородок Бабушка не признавала Сомнительной современности В теплых густых парах Рождалась необыкновенная Татарские крошечные пельмешки Умещавшиеся с десяток шумовки Золотистые кружевные блины Сочившиеся топленым маслом Невесомые, крытые розовым творгом Шанги и гордые желтогуки и пироги Дуню приобщала к святому Крошечными пальчиками доверяли Лепить бантики из пресного теста Сыпать муку и ситечко в миску Бить яйца Дуня старалась, выпячивала губки Тянула липучее тесто Но все напрасно Ничего у нее не получалось Руки крюки Вот ведь немая порода Ворчала бабушка, но с кухни ягнала Дуня на кухне проводила вечера Слушала уютное бульканье кастрюль Лежа на животе на угловом плюшем Диванчике читала взахлеб Мечтала Дуня о принце В том самом, что приплывет к счастливым И достойным девицам на корабле С алыми парусами Бабуль, почему ты меня не назвала Ассоль? Ну или Ангелиной, что ли? Дуня почесывала колени в жестких колготках Ассоль Баба Зоя закидывала голову, хохотала Щеки из одеяла торчали на метрах Какая такая Ассоль? Дуни есть, Евдокия, Авдотья Вот тебе и Ассоль Дуня обижалась, но мечты свои не бросала В тонком, ломком целлофановом пакетике Хранила вырезку из журнала Нашла у сестры в рюкзачке Девушка с длинными золотистыми волосами В коротком передничке Наклонилась над чем-то Отрезана была, наверное, столом И белым пушистым заячьим хвостиком ниже спины Дуня решила, что девушка официантка Работает, наверное, в какой-нибудь приморской таверне И, конечно же, ждет своего принца Ждала и Дуня И в своей школьной, шумной, не всегда удачной жизни Была Дуня твердой троечницы И позднее в швейном училище Которое не закончило Сбежала от назойливых разговоров Сокурсниц местную уютную пиццерию Устроилась официанткой Фартучки ей выдали И платьица Правда, без хвостика Но волосы Дуня покрасила в блонд На кухню Дуня ходила за заказами Запахи и звуки не были родными Бабинно-зойными Тоже все было вполне съедобно И даже вкусно Да и не баловал городок подобными заведениями Пару кофеин, кулинарии Громкий грузинский ресторан На берегу реки Так что неудивительно Что однажды Широкая распарина от влажного воздуха Дверь пиццерии Открылась и впустила Того самого Выжданного И вымечтанного принца В которого Дуня так преданно верила Принц появился В маленьком городке Не случайно Большая мечта Правда, более сознательного возраста Сразила и его Огромная, незнакомая страна Пропадала без семейного бизнеса принца Бизнес его был не так романтичен, как Аллы и Дунины Паруса Но не менее важен Прямоугольные кабинки, встроенные сплит-системой Должны были осчастливовать в суровых русских маленьких городках Принц и был сыном короля мобильных туалетов Ничто человеческое не чуждо И самым романтичным натурам Принц, изрядно поголодавшись Захотел приобщиться к русской традиционной кухне В пиццерии была выбрана за яркую люминесцентную рекламу И интригующее название «Еда здесь» Появившись на пороге И проследуя в колченоговом пластиковом столу Стал ждать вожделенное Русскую ху Которую посулил ему местный житель В местной реке обитали рыбы вполне готовые Ощастливить иностранца тонким вкусом юшки Но повар, кроме нехитрых слов Салатов и толстобокой пиццы Ничего не умел готовить Суматоха на кухне грозила превратиться в панику И тут настал Дунин звездный час Все-таки не напрасны были бабушкины чаяния Что-то Дуни усвоила из бабизининых уроков Принц должен был прибыть на корабле Корабль — это вода Пенный синий океан Суровое море Но в конце концов, может, и река А в воде рыба Вот именно рыба-то и стала коронкой Дуни Вернее, уха Уху Дуни могла готовить виртуозно Из любого речного обитателя И величественные томно пахнущие тины и сомы И юркие карасики И серые закованные в рыцарские панцири раки Все превращало в Дуниных ручках Произведение искусства Пуха сборная, опеканная, раковая, пластовая Дуни морщил лобик А рядовую смогу Вот окуньки и сик у меня куплены На ужин взяла И Дуни достала контрабанкой припрятанный пакет Свои продукты запрещали хранить И запорхала по кухне Только раздавались короткие команды Соль, картошки на четвертушке, лук Да мечи, морковку, петрушку, тошка Где лаврушка? Перец давай, бульон стыдить Хвостики голову убери, теперь кусками Огонь убавь Уф, Дуня отерла пот со лба Настояться минут так семь Сама подам Тарелок нет глубоких? Салатник давай Расставив широко в локтях руки Несла Дунина подносит В глубоком рифленом салатнике Свежезаваренное Русское, традиционное Блескали золотистое, прозрачное Тонко-сладко пахнущее В оранжевых кружочках моркови И белых кусках рыбной уваренной плоти В воплощении Дуниных надежд Ноздри принца уловили необыкновенное Теплое и манящее Через мгновение двое должны были соединиться за столом Но судьба уже раскинула свои сети Рядясь, как говорится, в одежде случайности В лице работницы пиццерии Черноглазой Гульнары В далеком уютном городке Смешливый крепыш Бабаджон Бросил писать своей подружке Гульнаре Задолго до демобилизации Скупые солдатские письма Причиной его молчания Гарнизонная повариха Алену С грудью грозного пятого размера Сразила паренька на повал Промолчав три месяца Бабаджон, как честный человек Изменивший своей подружке Написал, как есть, без намеков Одномоментно Одномоментно По прочтению письма Ставброшенкой Несчастный Гульнара Бродила по залу Подбирая со столов Скомканные салфетки и грязные приборы Девушки столкнулись Как корабли в море Вдохновенные и гордые Будущим триумфом Дуня И заплаканные Слепает слез Гульнара Поднос взмахнул пластмассовым крылом И горячее, прозрачное С солнечными озерками жиру уха Выплеснулась обжигающей волной Прямо на кашемировой Темно-шоколадной Брюке принца И через секунду Слезные потоки Изливались из глаз Уже двоих Звенящей тишине В Дуниной голове Пронеслось и будущее волнение И счеты с химчистки И разбившиеся мечты Но принц, впрочем, Вот так поражен Дуниным отчаянием Который перевесил его досаду Из испорченных брюк Что бросился утешать Милую, разовощокую девушку И, совсем растерявшись Предложил Дуне прогулку Долго до поздней ночи Дуня гуляла с принцем В темно-шоколадных штанах И жирным пятном Под змеиным кожаным ремнем В захлеб, расписывая Скубые достопримечательности Городка Забегая вперед Растикулируя Оставляя далеко позади Утомленного Отчаянно зевающего переводчика Ночной вокзальчик Еще не созревшим розовым утром Дуня провожала своего принца Он растерянно кивал Шарил по карманам И, наконец, протянул На клочке бумаги Непонятную скоропись На непонятном языке Дуня прижимала сокровища Адрец принца Из далекой страны И давилась слезами Ушел теплоход Но принц не был забыт Не приехал он через месяц Чем не через два Слишком призрачным Показался прибыль От семейного бизнеса королю И городок остался Без компактных кабинок Со достроенной сплит-системой Дуня приходила на причал Ждала парусов Грустила И в один из пасмурных дней Встретила уже не принца А местного электрику Гену Чинившим на пристани Вечно мигающий фонарь И вышла за него замуж И Гена гордился Своей розовощокой женой Которая готовила ему По праздник Солнечную, Онежскую С солеными рыжиками уху И родила троих Розовощоких дочек Которых назвали Снежанна, Кристина и Осоль Все, пойдемте есть Еще чуть потерпим Спасибо, Маргарита Ледина Стас Мельников продолжит Так, у меня сегодня будет Немножко смешных рассказиков И немножко не смешных секторений Провал капитана Сюрина Виалончелист сверил свои часы Все стрелки были на месте Он вышел на балкон Достал инструмент И принялся играть что-то бессмысленное Просто он всегда так делал Перед тем, как кукокошить кого-нибудь Напротив дома Выбранного для засады В шикарном ресторане Праздновали удачную сделку Серьезные люди Надвигалась полночь Сейчас начнем отца Пошептал виалончелист И решительно отбросил инструмент в сторону Затем вынул из кутляра Другой инструмент Снайперскую винтовку Барретт М-98 Установил ее на стол Ну все, капец тебе, скотина Добавил он Занимая нужную позицию В тот час двери ресторации раскрылись Но вместо авторитета в дорогом костюме На улицу стала выползать черная гадина Только увеличенная военными До стратегических размеров Виалончелист состоял в партии экологов И поэтому не мог выстрелить в животное Пока черная гадина Пожирала Мечущихся в панике по улице людишек Звонил телефон Ну, что там у тебя? Объект скуварзился Мотыляйте криты Опа, де минор Это означало, что все коды придется перенастроить Как это перенастроить? Сюрин, ты долбанулся Это ж сколько работы Люди Ты сыграла седьмую из этого Черт его, Данилевского И он начались не ответил Он в сердцах сплюнул Брозил телефон на пол И отправился пить чай с венским тортом Вокруг его отчаянно пахло полнейшим непрофессионализмом Как можно было спутать инфернальную случность из свитой баллы с животным? Про котика На заседании политбюро Товарищ Суслов делал долгий доклад В конце он подытожил его так Таким образом В начале 21 века Главной медийной персоной Постсоветских граждан В этом так называемом интернете Станет котик Это вызвало замешательство И волнение среди членов Как это котик? Прошанкнул генеральный секретарь Это что же получается? Делы советского гражданина Творца Строителя Созидателя Будут попраны Каким-то Тосать котиком Боюсь, что так Леонид Ильич Смело отвечал Суслов Но мы не станем ждать Котикизации государства В наших книгах Уже разработали прототип Будущего генсека Который, находясь в образе котика Станет прививать советскому человеку Утраченную веру В коммунистическое будущее И торжество плановой экономики Огромные двери Георгиевского зала раскрылись И двое точьих очкальков В белых халатах Ввели странное существо Ростом человека Но с внешностью котика Мяу Громко произнесло оно Довольно ухмыляясь Некоторое время все молчали Наконец Брежнев сказал Ну что же Идея та стать хорошая Научите его Говорить по-русски В кратчайшие сроки И будем собирать пленум Тайна мусорной планеты Часть первая Сигнал Космический грузовик Старгино Возвращался на землю С грузом минеральной руды По дороге Его радиоскадр Поймал неопознанный сигнал Командир Ким Мы получили странный сигнал И от него дурно пахнет Сигнал говоришь Так так Он надеялся на неизвестные планеты Надо проверить Командир Может Ну его Нет мой друг Буран Понимаю Как служащие транспортной компании Мы конечно обязаны Игнорировать потенциальные угрозы Но Но как бравые косморазведчики Мы должны установить Природу сигнала Чего бы нам это не стоило Вперед же к тайне Два смелых капитана Шагали по неизвестной планете Они пересекали Великую раминную свалку Дышать было трудно Страшная вонь висела В горячем воздухе Рязала глаза Отважные герои Втошнило Наконец Они подошли К огромному Сортировочному заводу Откуда исходил Странный сигнал Интересно Кто все это построил Спросил Буран Оглядывая завод Космические мусорщики Отвечал Ким Я про них в академии учил Капитаны вошли в здание Еле дыша Пробираясь сквозь горы Гниющих отходов Они оказались В большом цеху Сейчас минутком Весь пол Помещения Был равномерно Заставлен Черными Мусорными пакетами Буран Подошел к одному Из них И вдруг Пакет зашевелился Часть вторая Перерождение Буран лежал И не двигался Черный пакет На его голове Размеренно вздувался И сдувался Дед Каковы показатели Бурана Спросил Ким Автоматическая система Корабля По имени Дед Отвечала Состояние стабильное Мусорный пакет Обеспечивает ему Дыхание Кроме того Внутри пакета Есть запас Воспитательные органики Картофельные И морковные очистки Гнилой лук Корыльца Со скишшей сметаной И протухшая сосиска Все это не даст Бурану Умереть с голоду Ким нервно Буранил пальцами По титановой панели С яркими Мигающими лампочками Мало того Что они не установили Источник сигнала Чувствовалось Что главные проблемы Только начинаются И они начались Через три дня Пакет на голове Бурана лопнул Наполнив воздух Медицинского отсека Воню гнилочих продуктов Буран пришел в себя И отправился в клозет Прочищать желудок Когда он вышел Его было не узнать Бравый косморазведчик Превратился в жуткого киборга Одним махом Он сбил своего командира с ног И направился в отсек Где хранились отходы с корабля Он открылся емкость И с мусором Принялся разбрасывать его по кораблю Кучи росли Одна за другой По всем помещениям звездолета Пополз тяжелый смурат Часть третья Угроза Капитана Кима Измазанного с ног Доголовыми частотами Тащили по коридору Он не сопротивлялся Взгляд его трешенно Скользил по грязным И запачканным стенам корабля Он все понял Сигнал, что исходил с планеты Оказался ловушкой И оба капитана Стали жертвами Коварных гниломорфов Уничтоживших своих прежних хозяев И искавших себе новый дом Этим домом теперь стал корабль Сторгенуа Ким готовился к самому худшему Вскоре его бросили к ногам Бурана Тот посмотрел на Кима Своим пустым взглядом И велел подручно Надеть на него мусорный пакет Чистые дня Все было кончено Ким чувствовал себя Очень даже неплохо В новом теле При этом он оставался Командиром корабля Он с трепетом наблюдал Как корабль быстро Зарастает горами мусора В котором кишит Все больше и больше Гниломорфов Буран же занимался тем Что учил их Производить еще больше мусора А впереди двух капитанов Ждала земля Необходимо было Подготовиться к вторжению И загадить всю планету Сделав ее такой же Как это Откуда исходил сигнал Ким сомневался Что у них это получится Но вскоре сомнения Отпали сами собой Оказалось Что экология На земле Давно трячит по швам Мусора скопилось Огромное количество Он только и ждет С его часа Часа Когда два великих Мусорных капитана Вдохнут в него жизнь И превратят землю В одну гигантскую свалку В новую Мусорную планету В рай на ковше Никогда еще не было такого Такого вечного И почти земного Будто мышка чихает За плинтусом Будто кроет Квадратный корень Трехэтажным минусом Будто льют Черное молоко На мельницу Прагматизма Будто сквозь серый Пингфлойд Проплывает Бесцветная призма Это экскаваторщик Степа Да и вовсе не Степа уже А Степан Тихонович Скелетов Раздатчик и распространитель билетов Куда? Да в рай же Куда же еще в рай? Иди, сука Место себе выбирай Не тормози на полдороге Не то ковшом Он тебя трежет ноги Машина не птица Она тебя не боится Степан Тихонович матерится Он-то знает свой страшный прибор Весело работает в мотор Крутится гусеничная лента Нидравлические двигатели И бульдозерный щит на готове И клапаны управления Все приведено в злое движение Никогда еще не было такого В рай на ковше Что? Твою же мать Отставить кишки собирать А ну залазь в ковш по новой Магистраль Дорога лента Дорога мечта Деревья, стены по обе стороны Мчатся машины между стенами Да, мчатся черные точки вороны А за окнами лес А за окнами глуш И глуш молчит, молчит да крестится И в этой глуши судеб не счесть И в этой глуши нет мая месяца Темных скитов до пустых деревень Гулка бряцают на ветру оковы Режет сибирский воздух тень Режет своей комплектацией новый Ровный асфальт миллиарды знал И жаловаться ему никакого дела Гонит асфальт их в чужую даль Гонит асфальт их в иные пределы И одинокой фигурой в лаптях Сколько на обочине жизни праздной Регу мотора не понять никак Регу мотора в полете властном Ах, хорошо по айфонам замостить улицы Больше красок, даешь сверкать Будет хмурый обыватель сыт улицы Будет на яркие краски плевать Ну а пока, пока в голубую даль Сквозь беспросветный серый будний Брызнет наличными магистраль Брызнет наличными проданных судеб Последняя безысходность О чем шепчется шайная погода О чем гудят вены водопровода Нет, он еще не проведен Он пока только в планы введен И газа здесь нет, и не будет И вообще ничего никогда здесь Забытый комфорт не пробудет Перебои с электроэнергии Как кейтосы с местной мэрией Голодные волки смотрят в окна Им не вдомек, что течет потолок И дочатый пол прогнет вот-вот Стены кресятся брешеткой Дрожат стекла с звонкой трещоткой Волки уже рядом, близко Они стучат в дверь, но та провисла Волки входят, берегут лапы Сворачивают вправо в пыльный зал Качается грустно, моргает лампа Становятся волки под образа И декларируют липу весть Нет, они не станут никого есть Хотя и голодные, хотя и злые Но не в этот раз, не сейчас А пока им работы здесь нет Неприятный мерцает свет Волки уходят, а дом стоит Стоит и сейчас Стоит, молчит И только старая грустная лампа Лику посылает потоки Немых, нелепых квантов Спасибо, Станислава Мельникова У нас сегодня детские писатели идут в разбивку Поэтому детский писатель Лера Гречина Правда не только детский писатель Но сейчас кто? Поэт Вот это мне, кстати, никогда не нравится Потому что писатель это и прозаик, и поэт Все вместе Потому что нельзя сказать писатель и поэт Это абсолютно неправильно Когда кто-то так говорит Мне это все время придергивает Честно говоря Ну, всем добрый вечер Для начала хотела поделиться своей радостью Я давно не вылезала из своей улитки Нигде не выступала Тем временем у меня произошла очень радостная новость Сейчас готовится к выходу моя вторая книга Которая называется «Красная ягода» Это сборник поэзии и прозы Издательства «Перископ Волга» И туда вошли, наверное, за последние два года Написанные самые мои любимые вещи Очень дорогие мне Вот И я попала в такой вот проект Вот Издательство готовит пост Ну, мы делаем обложку, соответственно Издательство пишет пост И если 50 есть предварительных заказов Тогда книгу печатают полноценным тиражом Вот Мы уже все подготовили То есть у нас есть уже и обложка И, соответственно, корректура прошла И слова на обложку написал Алла Горбунова А саму обложку нарисовала 17 картинок Книги Саша Николаенко Она прекрасная художница и прозаик Вот И книжка будет в твердой обложке 96 страничек Она маленькая, тоненькая Вот Стоит недорого будет Поэтому я очень вас прошу К чему я это все говорю? Я прошу вас о поддержке Потому что Мне, конечно, очень важно, чтобы она родилась, эта книга Она такая долгожданная Вот И пост будет на этой неделе уже И, пожалуйста, поддержите меня Репостом Или, не знаю, предварительным заказом В ВКонтакте будет Я там, Валерия Гречина Ну, с кем-то я дружу, с кем-то нет В общем, кому интересно, найдите меня, пожалуйста, ВКонтакте Вот И я сегодня подготовила такую, ну, подборку детских стихотворений Хочется какой-то сейчас, не знаю, легкости И света побольше Ну, первое стихотворение про дедушек моих любимых Дедушка, дедушка, дедушка Маленький мой колючий Выглянул из-за тучи И свернулся опять В мягкую тучу спать Я услышала дедушкин храп А может быть, это, пап, вовсе не храп, а гром? Скорее, скорее в дом Я накину плащ дождевик У забора, где растет борщевик Оставлю деду окрошку Дедушка, съешь понарошку И этой зимой я написала еще такой сборник детских стихотворений Про бабушек, дедушек, животных Их там 10, но я вам 3 прочитаю Иголки помялись у деда Дедушка, на расческу Отказываешься от обеда Хочешь, отдам стрекозку Выпал последний зубик Больше не греет шубка Спрячу от пасты тюбик Маленький мой беззубка Дедушка-ежик, жалко Что надо тебе в туман Возьми, пожалуйста, палку И стрекозу в карман Бабушка-коровушка С рябиновой спинкой Пятна, как семечки, от арбуза Бабушка, можно посидеть в серединке Не щекочи меня, как кукуруза Бабушка, давай полетим над небом Ты раскрой свои крылатые дольки Мы посыпем мир черно-белым хлебом Не горелым совсем и не горьким Дедушка, в небе есть море И плавают в небе рыбки Я знаю, где дырка в заборе Забор у нас очень хлипкий Ты рыжим был, сейчас белый Как сливки с мякишем хлеба Дедушка, очень смелый Без клыков идет в небо Еще я очень люблю стихи про еду писать Вам несколько тоже прочитаю Замерзла королева селедка В холодильной стране Быр-быр-быр-быр В квартире, особенно в номер 4 Блинные пеклись одеялки Ровно не из-под палки Капусту Они ее ква-ква-ква-ква Квасят Чтобы было капусте квапустно Зеленый ее покрасит И последнее про цветы А цветы подснежные Очень-очень нежные Лежат себе и нежатся Нежатся, подснежатся Хватит уже нежности Этих белых снежностей Надо бы из снега выходить с разбега Но цветы подснежные Очень-очень нежные Всем спасибо Спасибо Лере Гречиной Давайте ее поддержим С книжкой Попробуем То есть если не будем покупать То хоть репост сделаем Дарья Ленева Сколько раз Дашу отодвигали Извини А, Дашу хочу прорекламировать Просто я наткнулась на ее пост сегодня Она у нас еще дизайнер Правильно, да? И модель? Модель И у нее еще Она продает какие-то изумительные платья Я пожалела, что у меня другой размет Кто хочет обращайтесь к Даре Потому что платье Это просто Я три раза смотрела Просто на них любовалась Спасибо Я буду читать старый текст Написанный в 2020 году Но он длинный Поэтому я его здесь на марафоне Ни разу не читала А теперь веду отсутствие новых текстов И текст прочту Сказка о Великой Матери Над утренним полем Молочная дымка Небесная корова Сошла на землю Ее любопытно Как же живут люди Она была вечность Великая Мать От дыхания которой С тыла земле Зародилась жизнь Великая Мать Которая теплым и влатным языком Обрезала первое существо Великая Мать Которая согрела его И вскормила молоком Та, которая давала жизнь Всему И после вернулась туда Безначальное И бесконечное Безвременье И вот Ранним Молочным утром Корова спустилась на землю Посмотреть на своих детей Еще до зари Вышли в чистое поле Три молодца красных Стали они состязаться В стрельбе Чья стрела дальше всех Лептит Тот Джона возьмет Первую красавицу На деревне Чья стрела вторая Тот возьмет Джона и хозяйке Сестру ее младшую Ну а третий Будет свататься К ведьме Что живет в лесу И по ночам С чертышкой Брагу хмельную пьет Да песни Дерзкий голосит Далеко полетела Стрела старшего брата Через все поле И в лес А то и дальше Ох не видать Куда приземлилась Полетела стрела Среднего брата На самую опушку Да метка деревца Молодое Надвое рассекла Третий брат Выпустил стрелу И летела Летела стрела Далеко улетела Подальше всех Неведомые земли Да ветер дог подул Никак хозяин Ветра дует Думал пошутить Заблудилась стрела Сбилась с пути И в середину поля Уткнулась Пошли братья За стрелами Глядят Стрела Там младшего Корову убила Осмотрели Вроде как ничья В местах Коровы клеймом Помечены Ничейная корова Стала быть И решили братья Пир горой закатить Свадебки справить Да младшего проводить Только корова та была Великой матерью Дарующей жизнь Смерть И новое рождение Только ежели Она теперь Лежит пронзенная стрелой Ежели она теперь Варится в котле Ежели она теперь Жарится на сковороде То кто же будет Даровать жизнь Тому что должно родиться И забирать то Что должно умереть Охость завизжала Охо разгулялась Нечисть Шутка ли Ход вечности Нарушен Чертушка правит Бал И понеслись По лугам По полям По деревням И городам Хохот Свист Воронь Играй Только недолго Нечисть забавлялась С той стороны С изнанки Бытия Куда ни яви Ни нави Хода нет Явились духи Пустоты И затянуло небо Безмолвными тучами Неспособными Разродиться дождем Ветер поднялся Великий Больше не светлело Зори не разовели Птицы не пели Колосья не золотились В горьком тумане Брели неупокоенные души Небо заплакало Но слезы его Крупным градом Били по последним урожаем Когда-то Дева жила в деревне Вот только томилась она Тосковала Выходила ночью Как улица Смотрела в темень ночную Там нечисть шебаршилась Все звала к себе Доманила Мол, то нам обещанная Дева все не шла Да не шла Боязно ей было А дома тоскливо Так бы она и ходила Непрекаянная Да чертушка С домовым и банником Сговорился И стали те деве Неприятности чинить То соседки Чистое белье Коровьями лепешками Закидают А свалят все на деву То посуду побьют То лошади подкову Оторвут Когда дева мимо идет Словом поняли в деревне Что вокруг девы Сила иная бьется Стали у нее За спиной Перешептываться Но изгнать Деву не успели Она сама ушла В лесу же Дева набрела на избушку Что стояла на границе Между Я в Юиналью Там и поселилась О первой хозяйке Той избушке Она когда-то слыхала Та была ведьмой И умела варить Такое зиги Что на определенный срок Человек мог Как бы умереть Понарошку И посетить мир мертвых Но если человек К сроку не успевал Возвратиться Возвратиться То умирал навсегда Не любили же за этой ведьму А все-таки К ней ходили Многим хотелось Повидать своих умерших Только почти никто Не возвращался Ведьма Конечно же Закончила Очень плохо Ее богатырь Мечом булатным Зарубил Вот делаешь людям Добро Границу охраняешь Мертвых в узде Держишь А тебе за это Голову с плеч С тех пор Избушка пустовала Несисть Правда Всякая с той стороны Осмелела И повадилась К живым ходить Но дева И быстро приструнила Всех чертышек За хвосты переловила И в катки посадила Чтобы масло Сбивали И стала вместо Ведьмы Превратницей Охраняла тот мир От живых А этот мир От мертвых И жила она Тихо Мирно Пока Страшный морг Начался Поняла дева В мире Что-то пошатнулось Но что Да как Где причину Всех бед Искать Не знала И отправилась В дальнее странствие Долго шла На небе Больше не было Ни солнца Ни луны Только серые тучи В деревнях Никого Ни человека Ни домового Ни банника Ни хромого кузнеца Ни красномолодца Все опустела Если на дороге Кто и встречался То ничего не знал Или в страхе Шарахался И исчезал В тумане Ушла дева Еще дальше Края Совсем незнакомые Раз Мертвец Неупокоенно Встретился Раз Чертушка Перепуганный Да так Перепуганный Что горшок Себя на рога Нацепил А глаза Шалые Затем И эти Перестали попадаться На много Верст Ни одной Души Ни мертвый Ни живой Точно и смерть Тут вымерла Девушка Уж не знает Куда идет Давно сбилась С пути Стала она молиться Старым божествам Те молчали Тогда стала Молиться Древним божествам Тем О которых уже Никто не помнил Они молчали И обратилась К девушке К самой Великой матери Той От которой Родились Все божества Той Которая Родила И землю И воду И воздух Той Которая Я была всем И для всех Холод и страх Обаяли Деву Поняла Великой матери Нет И в скорости Не будет Ни живых Ни мертвых Ни яви Ни нави Все исчезнет Никуда И никуда Тоже исчезнет И даже памяти Не останется Ведь некому Будет помнить Заплакала Дева Но ничего Уж не справить Решила Она Переночевать В заброшенном Доме Утро Вечера Мудренее Только Где его Взять Утро Кругом Лишь Серый Ахмарь И вот Тепло Тело Оживило Место Которого Уже Давно Не касалось Дыхания Живого Существа Из щели Из Подпола Выпал Дух Места Старик Домовой Чьи Глоса Заросли Сизом Хом Он Верно Был одним Из самых Первых Домовых На земле Оттого Он был Силен И не Умер Как Другие А только В сон Погрузился Сказал Он Деве Своим Дыханием Ты согрела Мою Старость Ты Утешила Мою Смертушку Что Ищешь Ты Не Ищу И Ничего Разве Ты Не Знаешь Что Умер Великая Мать Знаю То Что Было Ждено Однажды Умрет А то Что Умерло Однажды Родится Вновь Таков Закон Бытия И Великая Мать Живет По тем Же Законам Какие Поставлены И над Людьми И над Навью И там В белой Молочной Дымке Вечности Нет Разницы Кем Ты Был Стало Быть Великая Мать Может Вернуться Придай Тело Ее Земле Поплачь По ней И сотвори Тризму Тризму И Быть Может Мать Вечность Простит Своих Нерадивых Детей Не Успела Дева Ничего Ответить Как Старик Домовой Провалился Под пол Только На месте Где он Был Засеребрился Иней Стало Дева Думать Гадать Где же Кости Великой Матери Сыскать Думала Думала И вдруг Видит Что Иня Домового Вовсе Не Иней А Маленькая Змейка Дева Поползла Прочь Дева За ней Лишь Бо Изюду Не Потерять Змейка Заскользнула На дно Пересохшей Реки И Выползла Дальше Дева Ни на шаг Не Отстает И Вот Долго Ли Коротко Ли Увидела Она Хижину Хромого Кузнеца Кузнец Когда-то Был Самым Старым Божеством Но С тех Пор Как Люди Потеряли Веру И Сожгли Всех Идолов Он Жил У реки Что Текла Через Все Земли Что Разделяла На ту И на эту Стороны Найф И Яф Только Вот Река Пересохла Из того Берега Теперь Ходили В мир Живых Те Кого Быть Не Должно Хромой Кузнец Сидел На берегу Волосы Его Были Пеплом А кожа Сухой Глиной Прикоснулась Дева Кузнецу Теплой Рукой Дунула Сопнутые Веки Раскрыл Треснувшие Губы Поведал Он Где Выгоревших Землях Лежат Кости Коровы Вечности Великой Матери Вечность Это Ритм Чередования Рождения И Умираний Вечность Незыблемый Ход Вещей Вечность Взор На полотне Но полотно Разорвалось И по ниточкам Расползается Из Читрех Молодцев Старшие Средние Братья В камере Бернулись А младший Что великую Матью Бил Обернулся Тенью И бродит Стонет Ветром Казал Хромой Кузнец Дорогу И камнем Застыл Долго Ли Коротко Ли Добралась Дева До деревни Где ветер Летовал И поднимал Вихрь Скупой Земли Да так Что казалось Будто Небо И земля Слились Воедино И нет Между ними Границы Ух Обесновался Этот ветер Что чертушку Кравшись Ступой Помело А чертушку Он уж Если уж Свободу Почул То сходит С ума И без Снуисков Последний раз Крикнула Дева Ветру Молодец Молодец Ты меня Не погуби Ты меня Не погуби Ты ко мне Обернись Лицом Человеческим Но молодец Ветер Ее не замечал Молодец Молодец Младший Стрехбратик Ты покорись И ко мне Лицом Повернись Ветер Только пуще Злится Молодец Молодец Ветер Ветер Вспомни Свой облик А ветер Лишь хохочет Да хохочет Вспомнила Дева Как в избушке Лесной Ловила Чертушек За хвосты А чертушки Они то же самое Что и ветер Юркие Проворные И дикие Пойди Поймай Излочилась Дева Да схватила Ветер За хвост Ветер Вырывался Вырывался Да ведьмина Силушка Пересилила Затих буян И обернулся Красным Молодцем Чего тебе Вызнать хочу Где лежат Кости Вечности Коровы Расколдуешь Братьев Моих Покажу Делать Нечего Пошла Дева Смотреть На братьев Его А те Как застыли За пиршесным Столом Так и сидели В тех же Позах Разве что Пауки украсили Кружевами С ними сидели Застывшие Невесты Первая Красавица На деревне И сестра Ее И родители И гости Не ели ли они Мясо Той коровы Ели Тогда проклятие Спадет лишь Когда небесная Корова Вернется Домой Так как Как же Она Вернется На небо Если Ее Съели Ты покажи Кость Ее Остальное Остальное Уж Мое Дело Отвел Молодец Деву В поле Куда Кости Выбросили Там Только Череп Лежит Да Пустыми Глазницами Плачет Погорько Судьбиношки Детей Своих Велела Дева Молодцу Вырыть Яму Положили В яму Череп Великой Матери Помолились И уж Закапывать Хотели Как Налетели На них Черные Духи Неведомые Нежданные Стали Девы Молодец Биться С духами А как Биться Всего Оружия Лопата Да Вера Духи Черные В сущности Сотнанки Бытье Ух То похлеще Сила Нечистая Будет То само Небытье Сама Пустота Пожаловала На прощальный Пир Окружили Духи Девы Молодцы Уж Разорвать Хотели Но тут Из всех Щелей Земных Может Интригу Сделаем Продолжим Как раз Это у нас Просто еще Выступающие Ладно Хорошо Давайте Интригу Да Последний Мать Спасибо Конечно Интрига Интрига Присполагает Что будет Да Предлагаю Всем остальным Пир Счем Это все Закончится Принимаем Заявки Чтобы узнать Чем Это закончится История Спасибо Была Дарья Леднева У нас Все время Узнаем В следующий раз Во-первых Да И плюс У нас Будет Финал Дарья Его напишет Нам Это скажет Правильно Полина Нурлигорева Все время Я ругала Что я неправильно И пишу Ее фамилию И поэтому Я решила Сделать По-другому Я написала Полина Н Так что Если увидите Полину Голосуйте За Полину Н А после Полины Завершит Наш вечер Уже Ольга Юдина Я честно говоря Как-то думала Что я не записалась Поэтому я специально Ничего не готовила У тебя есть чудесные стихи Я знаю Да-да-да Я прочитаю Свои старые стихи Про вампиров Про Вархаммер Про Вархаммер я читала В прошлый раз Сегодня будет Про вампиров Так Коль время не лечит Бессмертие пытка 127-я Вторая попытка Бессолнечный вечер Недобрая тайна До встречи До встречи До встречи Самайна До встречи Самайна Осталось немного Не думать об аде Не помнить Про Бога Последнее слово Не да А не трогай И гибель Откроет нам двери Чертог Но теперь Это на самом деле Новое Теперь старое Из дальнего леса Из дальнего леса Заплечной сумой Мой друг возвращался Однажды домой Внезапно Вампир ему Путь преградил И крови А вместе с ней Жизни лишил Растут абрикосы Не только в раю По рынку Влачила я сумку свою Как вдруг Телефон В недрах сумки Звонит Алло Мой приятель Хрипя говорит Привет Почему-то Не лучшая связь Я в трубку кричу И плечом уперлась Привет К тебе можно заехать Ко мне? Мне некогда Разве шучу я Во сне Кто знал Невозможного Нет ничего Вампиры в лесу Покусали его Фильм ужаса тот Мне видать не пришлось Зачем У меня так За правду Сбылось Я правда Сперва Не вполне Поняла Что все это время Реально спала Стук в дверь Нет не стук А обычный звонок И вот Мой приятель Минует порог Пришел таки Ладно Ну ты не сердись В квартире Бардак Вы мой руки Садись Чай Кофе А он посмотрел На меня Глаза его полные Такого огня Что Ладно Банально Включи лучший свет Не бойся Мой друг Не кусал У меня нет Скажи еще раз Чтобы я поняла Где встретимся завтра Как там дела Спасибо Это была Полина Н Для голосования Ну и горе Да Просто можно дописать Кто не ленится Вот И завершили наш Сегодняшний вечер Немножко получился Он длинноватым Поэтому Даше Нашему оператору Большое спасибо Что нас выдержала И вот Оля Юдина Она знает Нас зажигает Она сейчас Немножко взбодрит Может нет Добрый вечер Я хочу вам прочитать Сказочку Которая у меня Совсем новая Только вчера Написала Поэтому она Немножко сыровата Прошу за это Прощения Пират Прищур Закапывал 141-й сундук С сокровищами Когда На черенок Его лопатой Села Бабочка У нее были Розовато-желтые крылья С крошечными Словно Веснушки Пятышками Я тебя не отвлекаю Спросила бабочка Крррр Причал в ответ Пират И стал еще усердней Работать Лопатой Чтобы согнать бабочку Но та И не думала Улетать Ух ты Восхищенно Шептала Она Взлетая вверх На черенке или вот здорово опустить вниз. Прищур перестал копать и отерзал бобот. Так дело не пойдет, сказал он и нахмурился. Говори, что ты хочешь, и улетай по добру, по здорову. Ты такой смелый, ответила бабочка. Ты приплываешь издалека, из-за самого горизонта и повидал, наверное, столько удивительных мест. Пират озадачно почесал за ухом. Ну, наверное, пробормотал он. Не будешь ли ты так любезен взять меня с собой? Бабочка скромно качнула крылышки. Я никогда нигде не бывала. Хм, пират опешься очеренок лопаты. Взять тебя с собой? Почему бы и нет? А ты не боишься воды? Боюсь, признала бабочка. Но если я сяду у тебя на плече, мне не будет страшно. Ну что же, согласился прищур. С тех пор, как улетел мой старый попугай, на моем плече никто не сидит. Так почему бы не посадить тебя туда? И бабочка прилетела с лопатой на плечо пирата. А тот, спрятав лопату в кустах, направился прямиком к своей лодке и поплыл к кораблю, стоявшему на якоре. Это был большой корабль с черным флагом на мачте. И стоило пирату вступить на его палубу, как со всех сторон раздались хриплые голоса. Хе-хе-хе, капитан! Добрейшего день, капитан! Так приветствовали пираты своего командира. Прищур билел поднять паруса и, не обращая больше ни на кого внимания, закрылся в своей калюте. Он очень утомился, закапывая сундуки с сокровищами, и собирался как следует вздремнуться. К тому же, прищур знал, что его пираты непременно предупредят его, если на горизонте окажется какой-нибудь суделушка. Так и случилось. Не прошло и нескольких часов, как с мачты раздался голос юнги. Корабль по левому борту! Прищур выскочил из каюты и прыжками понесся на палубу. Он открыл было рот, чтобы во всю глотку грипнуть. Догнать! На бордаш! Но в этот самый момент бабочка шевельнулась на его плече, задев крыльями его щеку. Как красиво играет солнце на волнах! В моем лесу оно играет с листьями, но здесь все совсем по-другому. И прищур, раскрыв рот, ведь он же собирался грипнуть на бордаш, оглянулся и увидел, как в глубине волны проплывает стайка рыб. «Да!» – сказал пират умиротворенно. «И правда красиво!» И вспомнил, как играл с морскими камешками, когда был ребенком. Но тут же собрался с духом и закричал, «Свистать всех наверх! Полный вперед!» Но незнакомый корабль уже уплыл. И только солнечные блики радостно сияли на волнах. «Ах-х-х-х-х!» – скричал пират и дернул плечо. «Это ты виновата!» – сказал он бабочке. «Когда еще мне попадется такая знатная добыча?» «Прости, пожалуйста!» – подплась бабочка. «Просто я никогда раньше не видела такой красоты!» Прищур нахмурился и ушел обратно в свою каюту. И не выходил оттуда до самого вечера. Но вечером решил все же прогуляться по палубе и полюбоваться солнечными бликами. Все-таки они и правда были занятны. Прищур прохаживался, заложив руки за спину. Солнце уже опускалось за горизонт, укрывая море прозвым покрывалом. И пират так засмотрелся на закат, что чуть не спотнулся о ведро с грязной тряпкой, которое забыл убрать после уборки юнга. Пират сверкнул глазами, упер руки в бока и приготовился как следует отчитать негодяя. И вдруг тихий голос на его плече произнес. «Скажи мне, дорогой пират, что это за удивительные рыбы, видные вон там, далеке? Никогда не видела, чтобы рыбы радостно выпрыгивали из воды!» Пират опишу. «Это не рыбы, это дельфины!» ответил он бабочке. «Какие грациозные!» сказала бабочка. Прищур задумался и вспомнил, как в детстве рисовал дельфина палочкой на песке. А юнга тем временем убрал из-под ног пирата ведро и тихо-тихо на цыпочках, чтобы пират его не заметил, убрался в основе яси. Когда Прищур опомнился, ругать было совершенно некого. Пират сердит и зубы тем, а бабочка шепнула. «Не сердись! Я никогда раньше не видела дельфинов!» Наступила ночь, и Прищур впервые за долгие-долгие годы не пошел спать. В места этого он посмотрел наверх. Там высоко-высоко сверкали звезды, огромные, близкие и манящие. «Ты всегда хотел быть пиратом?» спросила его бабочка. И Прищур вспомнил, что когда-то давно его отец уходил рыбачить, а мать готовила обед и пела длинные тягучие песни. А самый тогда еще маленький мальчик сидел, поджав ноги, и большой пушистой кистью рисовал в альбоме морские окошки. Прищур потряс голову и сердит и бурнул. «Нечего меня спрашивать об этом! Я пират!» И точка! Он, гробк топая, ушел к себе в каюту и хлопнул дверью так, что проснулся даже кок, дремавший в коморке рядом с кампусом. Несколько дней спустя пиратский корабль причалил в большом многолюбном порту. И Прищур, у которого на плече вместо пупугая по-прежнему сидела бабочка, широким шагами направился в большую таверну. Он знал, что встретит там своих товарищей, других морских пиратов. И правда, в таверне громко горлание сидели пираты и хвалились друг перед другом своей добычей. «Я потопил зазевавшийся торговый корабль!» говорил один. «Он был полон заморских диковинок и пряностей! И теперь, я надеюсь, выгодно продать их в городе!» «А я ограбил королевский парусник!» отвечал другой. «И нашел на нем три сундука с золотом!» «А чем похвалишься ты?» Пираты повернулись к Прищуру. Тот сделал вид, что задумался. И вдруг один из пиратов насмешливо спросил. «Скажи-ка, Прищур, что это у тебя на плече?» «Ну, это...» ответил Прищур и почему-то смутился. «Бабочка!» Таверна вздрогнула от хохота. «Бабочка!» «Ха-ха!» «Бабочка!» «У-ху-ху!» «И ты намерен грабить корабли с бабочкой на плече?» «Аж быть, ты теперь не корабли грабишь, а играешь рыбам на арфе!» Прищур, пнув по дороге, стул, выбежал из пистолетов. «А-а-а-р-р!» И бабочка подрагивала на его плече от громких криков. «Я был грозой всех морей!» «Остал посмешищем!» «Завтра же отвезу тебя обратно на твой остров!» И, приказав немедленно поднять якор, пират велел команде плыть днем и ночью обратно на остров, туда, где он встретил бабочку. «Мне нужно срочно проверить, не добрался ли кто-нибудь до моих сокровищ», — пояснил он своим пиратам. Но на самом деле он хотел как можно скорее избавиться от ненавистной бабочки. Он был так зол, что думал, не сбросить ли ее прямо туда, в море. Но когда она грустно касалась крылышками его щеки, что-то внутри него переворачивалось. «Я пират», — говорил он себе. «Но даже у меня есть понятие о чести. Я обещала показать ей море, а теперь верну ее домой». И вот они снова приплыли на остров, где когда-то, совсем недавно, он закапывал свои сундуки. Причем посадил бабочку на ближайший цветок. Он быстро отвернулся и, не оглядываясь, пошел обратно к кораблю и не видел, как бабочка махала ему вслед с своими крылышками. Но слышал, как она тихо шепнула вслед. «Спасибо, милый пират, ты был таким добрым!» Прищур снова был на своем корабле, не сменяясь ночами, а ночи днями. И теперь никто не сидел у пирата на плече и не шептал ему, как красиво море. Но пират все чаще смотрел вдаль, туда, где прыгали дельфины, и где солнце танцевало на волнах, и где звезды пели свои ночные песни. И однажды он повернул корабль обратно, туда, где на ярком цветке трепетали нежные крылья бабочки. Но когда он добрался до острова, сильная буря поднялась на море, еле-еле сумел он добраться до суши на своей лодке. Сильный дождь листал по деревьям, прищур всю ночь бегал по острову и звал, звал свою бабочку. А когда утром солнце согрело все вокруг, а на траве засверкали растинки, прищур сел на землю и горестно вздохнул. «Здравствуй, милый пират!» – расстался знакомый тихий голос. И на плечо пирата снова села бабочка. «Я так рада, что ты вернулся!» И прищур откопал свои сундуки, все до единого, и уплыл вместе с бабочкой в далекий город, где раньше никогда не бывал, и отдал все свои сокровища тем, кто в них больше всего нуждался. А себе он купил только холст и краски. И до конца его дней на его картинах танцевали дельфины, пели звезды и кружились бабочки. Спасибо. Сегодняшний необычный марафон у нас так получился. Всегда должно быть что-то новое, что-то необычное, что-то интригующее. Короче говоря, не забывайте про голосование. И, как говорится, до встречи в следующий раз в Боголюбовске. Да!